Нам всем хочется узнать свое будущее. Мы все понимаем, что наше будущее, мы уже об этом не раз говорили, напрямую зависит от сегодняшнего момента настоящего. Кто-то для того, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, что сегодня я могу так немного расслабиться и принять правильное решение. Кто-то для того, чтобы как-то спрогнозировать, как и что поступать. Тот же самый митрополит Антони Сорышки очень часто вспоминал, когда однажды его немцы арестовали. И вот написывает тот момент, когда он стоит перед немецким офицером, он говорит, что в тот момент я особенно ощутила, что у меня нет вообще времени. Будущего нет, потому что вот сейчас от этого настоящего зависит, что может быть у меня будущего на земле уже не будет. Прошлого его не должно быть сейчас, потому что если сейчас этот офицер узнает мое прошлое, будущего точно не будет. И вот это вот состояние настоящее, он его так описал, ты находишься в малюсеньком отрезке настоящего времени, в котором сосредоточено все твое прошлое, из которого может вырасти, а может и не вырасти будущее. И потом он, знаете, всю свою жизнь вспоминал вот это и говорил, понимаете, важно, чтобы каждый из нас переживал каждый отрезок вот этого времени как малюсенький отрезок возможности. Наверное, именно об этом говорил Иисус Христос, да, не забойтесь о завтрашнем дне, он сам позаботится о себе. Надо думать о настоящем, вот об этом вот малюсеньком промежутке времени. Опять же говорю, это не значит, что нам не надо строить планов, не надо мечтать, мы не об этом говорим. Но вот сегодняшний отрезок времени имеет прямое отношение к будущему. Одна женщина позвонила в эфир и говорит, вы знаете, я высказал своей начальнице, вот она сумадур, я ей все сказал. Подала на нее в суд за то, что она мне неправильно зарплату начисляет, в общем, все там мне выплатила, все недостающие деньги. Но говорит, конечно, жить потом невозможно стало, я уволилась, сейчас перешла на другую работу. Так там опять все то же самое творится. Мне что, опять вот так вот встать, значит, подавать в суд на эту начальницу, как, говорит, мне дальше вот быть? Ну, то есть Оксана сразу допустила две ошибки, то женщину звали Оксану. Во-первых, первая какая была ошибка? Неуважение к начальству. Потому что в любом случае, как бы ты ни относился к этому человеку, но ты уважаешь даже ту позицию или тот пост, на котором этот человек стоит. Это первое. И во-вторых, она так и осталась в состоянии жертвы. Вот это вот внутреннее состояние. То есть на первом месте она была жертвой, прислала на второе, опять она жертва. И причем жертва неуважающая начальника. Без уважения не сможет быть нормального человеческого отношения. То есть вот они такие две ошибки, которые очень часто допускают люди. И не избавившись от этих ошибок, не сумеешь строить отношения дальше ни с кем. Давайте посмотрим, что об этом пишет Экклесиаст в 8 главе, начиная со 2 стиха. Я говорю, слово царское храни, и это ради клятвы перед Богом. Не спеши уходить от лица его и не упор свой в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать. Вот тут я хотела остановиться. Обратите внимание, Экклесиаст не призывает вас. Если у вас начальник самодур, увольняйся, беги от его лица. Что там написано? Не спеши. Подожди, ну может быть ты поможешь человеку разобраться, может быть ты поможешь ему стать лучше. Но для этого тебе нельзя быть жертвой. Жертва никогда не поможет палачу. Где слово царя, там и власть. И кто скажет ему, что ты делаешь? Соблюдающий заповедь не испытывает никакого зла, потому что сердце мудрого знает и время, и устав. Как, да и что сказать. Да. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет. Кто скажет ему? Человек не власти над духом, чтобы удерживать дух. И нет власти у него над днем смерти. И нет избавления в этой борьбе. И не спасет нечестие нечестивого. Все это я видел и обращал сердце мое на великое дело, какое делается под солнцем. Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему. То есть интересно, что человек не властен над духом, но в то же время человек властвует над человеком. Вот как вы понимаете эту разницу? То есть вот над моим духом властвовать нельзя, но надо мной как над человеком... Властвовать можно. Властвовать можно. В чем эта разница? Как в армии. Приказ выполни, а согласен ты, не согласен. Это после. Тут просто, знаете, у меня такая иллюстрация вырисовывается в моей жизни. Когда я работал плотником, и начальник говорит, делает то, как человеческое дело, я делаю. Как что-то с духовным связано, я... А духовным в это время с Богом? Ну да. То есть он не власть над духом, он власть над телом, над человеком. Да? Даже я чувствовал себя иногда намного выше тех, как внутренних. Потому что я понимал, что проблема греховная сущность... Ну, вы понимаете, о чем я. Когда я вроде начальник, но как-то ниже, не то, что я гордый такой, а просто понимал, что внутренне я под рукой того, кто выше всех. Интересно, что вот тоже, возвращаясь к воспоминаниям Виктора Франкла, который так описывал, ты на переживании, как психолог он описывал свои переживания там, когда был заключен. Он говорит, вообще торжество человеческого духа проявлялось, знаете, даже в таких моментах, когда вот изможденные люди, вот легли на кровати, вот эти окровавленные ноги. Пришли уже под ночь. Да. Окровавленные ноги, вот это вот холод, вот это единственная буржуйка, у которой там все пытаются согреться, вскипятить там себе воду. Все эти животные там, вши вот эти, паразиты. Все вылавливают этих паразитов, чтобы хоть как-то, ну, более-менее так уснуть можно было. И вдруг... Говорит, вбегает в барак один заключенный, прям, говорит, буквально вбегает. Хотя худые вообще, говорит, как передвигались, неизвестно. А тут, говорит, прям вбегает и говорит, срушайте. Выйдите и посмотрите, какой закат. И говорит, я не буду говорить, что все, но многие встали со своих нар и пошли смотреть закат. Как велико Божье творение. И в этом, он говорит, торжество человеческого духа. Да, их заключение, как люди, они в заключении. Но как духовные существа, они свободны. Но, говорит, и с другой стороны, я, говорит, испытал ужасное унижение, когда находился в этом лагере. Даже не в том, что там его истязали, били, не кормили. А вот, говорит, однажды, говорит, я выполнял работу, ну, там, какую-то он называет. И, говорит, остановился, чтобы вдохнуть там, как-то вот расправиться и дальше ее делать. Останавливаться нельзя, за это сразу... Расстрел. И вот, говорит, я, говорит, остановился и тут, говорит, почувствовал взгляд на себя. Оборачиваюсь и стоит вот этот фашист с автоматом. И, говорит, он увидел, что я встал. И, говорит, поедем, сейчас должен развернуть автомат и стрелять. Но, говорит, так посмотрел на меня. Нагнулся, поднял камень и меня, знаете, как в пляшевую собаку так бросил, подогнал. Говорит, лучше бы он меня ударил. Лучше бы он там пальнул, там, не знаю, что сделал. Но вот этот его бросок, как вообще... Говорит, так у меня такое унижение. И вот тогда я понял, с одной стороны мне было больно, а с другой стороны я понял, я ищу человек. Раз я, говорит, почувствовал боль за это, значит, я ищу человек. Да. Да, Олег. Ну ведь человек же вот сейчас многие, в воскресенье приходится работать, значит, в храм он не может в церковь пойти. Но если он молится, работает там, то он как бы и находится со всеми верующими, и с Господом. Конечно, то есть сами по себе обстоятельства не могут в нас убить вот этот вот дух, человеческий дух, насколько он духовный, и сран. И вот что Экклесиаст пишет дальше. Что он пишет дальше. И видел я тогда, что хоронили нечестивых, и приходили, и отходили от святого места. И они забываемы были в городе, где они так поступали. И это суета. И не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Хотя грешник сто раз делает зло и костенеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, который благоговеет перед лицом его, а нечестимому не будет добра. И подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет перед Богом. Есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, что заслужили бы дела нечестивых. А нечестивыми бывает то, что заслуживали бы дела праведников. Но я говорю, и это тоже суета. То есть опять смотрите, какая интересная вещь. С одной стороны, здесь делятся люди на две категории. Праведники, нечестивые. Вот интересно, что тот же самый Виктор Франкл, он, знаете, как в своей книге так поделил людей. Порядочные, непорядочные. Причем, что самое интересное, он сказал, что порядочность, непорядочность совершенно не зависит от того, фашист ты или заключенный. Независимо от нации, независимо от принадлежности в какой-то социальной группе людей. Потому что он описывает одного офицера, когда лагерь освободили, выяснилось, что, оказывается, этот, ну, он один из начальников лагеря был, ну, один из заместителей начальника лагеря. Об этом рассказал врач вот этого концлагеря. Врач сказал, что большую часть твоей зарплаты этот эсэсовец тратил на лекарства для людей, которые попадали в эту, ну, в санчасть. И заключенные евреи спрятали этого эсэсовца, и они взяли с американского командования расписку, что они не тронут этого эсэсовца, ни один волос не упадет с его головы. И только после этого они его отпустили. И этого эсэсовца поставили потом начальником вот над этим лагерем, ну, до того момента, как этих людей там расформировали, то есть там направляли. Он искал одежду для них по близлежащим селениям, там добывал пищу, то есть он уже напрямую заботился об этих людях. То есть он говорит, что порядочный человек не зависит от того, в какой ты группе людей находишься. Он говорит, зато были заключенные, которые за миску похлебки готовы были по указке какого-нибудь там эсэсовца избить заключенного такого же, как он. Причем избивали зверски. То есть вот это вот понятие порядочный-непорядочный, если говорить вот словами экклесиаста праведник, нечестивый, не зависит от положения, которое человек занимает. Что у него внутри, любовь или ненависть? Помните, мы говорили, война или мир. Да, и вот такой вывод Виктор Франкл делает. Человек – это существо, которое изобрело газовые камеры. Но человек – это существо, которое шло в эти камеры, гордо выпрямившись с молитвой на устах. И он говорит, что среди заключенных были те люди, которые менялись номерами. Вот, скажем, когда знали, что вот завтра такие-то номера пойдут в газовую камеру, менялись номерами и шли в газовую камеру вместо того человека, которому нужно было идти. То есть, вы знаете, совершенно потрясающая книга. Очень советуем вам ее прочитать. «Скажи жизни и так». Или он описывает, как однажды он там возвращался с работы, и один эсэсовец стоял, ел краюху хлеба. И когда он проходил мимо него, тот отломил половину и сунул ему незаметно в руку кусочек хлеба. И он говорит, что меня, говорит, обрадовало даже не сам хлеб, хотя я был очень голодный. Он говорит, что меня даже не сам хлеб обрадовало, сколько что и среди таких людей есть люди. Добрые, праведные. Понимаете, то есть вот оно положение и состояние праведности. Это то, что действительно у нас в сердце. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Однажды одна женщина тоже позвонила в эфир и говорит, вы знаете, очень сложное материальное положение. Я же одна, воспитываю двоих детей. Квартиру снимаю, работа очень мало оплачиваемая, денег совершенно не хватает. Муж у меня там пил, издевался надо мной, над детьми, поэтому я развелась. Но вот сейчас я смотрю, положение очень сложное. И вот он приходит и говорит, ну я могу вернуться в дом. Но на моих условиях. Но на моих условиях. Вот если ты принимаешь мои условия, то я вернусь и буду тебя и материально поддерживать, и детьми там заниматься. Он говорит, как мне решаться? Потому что финансово действительно очень сложно мне одной воспитывать двоих детей. Ну вот что бы вы посоветовали этой женщине? Наверное, на его условиях. На его условиях, то есть хочет, гуляет, хочет, пьет. То есть на условиях его жизни. Но он ей будет давать больше денег. Некоторые дают живут, но мы сочетаем под солнцем. Да. Вот такая вот жизнь под солнцем получилась, да? Да, вот то же самое мы и сказали. Понимаете, вы сказали, Диана, вам решать. Принимать решение вам. Да. Подвергать физическому риску своих детей или нет? А уж мы не говорим о нравственном воспитании, какое будет на этих детей оказываться. Поэтому, конечно, решать вам. Смотрите, какими категориями вы мыслите. Если вы мыслите категориями под солнцем, там будет один риск. Если вы мыслите категориями небесного царства, там совершенно другой риск. Какими категориями вы будете мыслить? Потому что везде есть свои плюсы и везде есть свои минусы. Но смотрите, к какому конкретному вообще итогу вы хотите определить? Ну, кстати, все так недалеко однозначно. Мы однажды прочитали в газете такую заметку, называется «Вундеркинд и чудовище». Ну, все неоднозначно. Везде можно искать плюс-минус. Опять все зависит от того, на какой позиции мы стоим. Галина Осетинская написала такие мемуары. Мемуары. О прошлом «Чудо-ребенки». Вот послушайте, первую половину этой книги наверняка можно проглотить мгновенно. Знаете, как будто такой детектив. То есть описывается судьба маленькой девочки. Пианистка Вундеркинд в шесть лет выступала с сольным оркестром в Большом зале Вильнюсской консерватории. В девять лет в Одесской филармонии с отнюдь не детским пятым концертом Бетховена. И все было бы хорошо, если бы на гениальной крошке ненавист злодей. И вот в книге этой Полины таким злодеем выступает его собственный отец. Ее отец. Олег Осетинский. Это сценарист. Фильм из «Зинатлинительного счастья». Михаил Ломоносов. Вот он сценарист этих фильмов. Так вот, он решил потрясти мир с помощью своей дочери. И вот, знаете, она тут описывает подробности. Как он садист, который называл себя гением, дочь ничтожеством. Как он буквально ее вот снидал этой музыкой. Чудовище, чудовище. Чего, что с первых страниц вообще этого мемуара, любой человек, в общем-то, воспринимает, да. Вот. Ну, с одной стороны, идет ропот. Но с другой стороны... То есть он заставлял ее там часами сидеть на пианино, там, долбить этими пальцами. Он требовал от дочери такого вот, понимаете, такого неформального подхода к произведениям. С одной стороны, это хорошо, но это все ушло за счет ее психики. С одной стороны, да, чудовище. Но с другой стороны, когда читаешь, сама же Полина Осетинская говорит. Ведь если бы не он, она бы никогда не стала железным характером женщины. Она бы не сбежала из дома в 13 лет. Она бы не полюбила музыку. Она бы не стала таким профессионалом, каким она стала сейчас. И, понимаете, когда читаешь эту книгу, создается такое удивительное впечатление. Вот какой-то двоякости. Вот с одной стороны, да, вот чудовище. С другой стороны, если бы не он, то что бы стало с ней. И опять вопрос. Какими категориями мы мыслим? Категориями под солнцем замечательный отец, который помог своей дочери найти себя в жизни. Но с точки зрения небесного, как можно сказать, что это значимое отношение отца и дочери, если она в 13 лет сбежала? И вот такой вопрос мы предлагаем для размышления. Как поиски ответов на жизненные вопросы влияют на ваши отношения с Богом? И знаете, вы будете удивляться, что ответы будут даваться разные. Кто-то скажет, что сеют сомнения эти поиски. Кто-то вам скажет, что удаляет от Бога. Будьте готовы к разным совершенно ответам. Лишь того, чтобы действительно понять, где вот та точка, где то соприкосновение, которое можно оказать этому человеку, чтобы он действительно продолжал поиски, но при этом приближался к Господу. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok